Время новостей на первом Карагандинском студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте! Сегодня выпуск. Карагандинский автопарк обновляет подвижной состав. Врачи клиники имени Макожанова поставили карагандинке неправильный диагноз. В шахтерской столице появилось дерево имени первого казахского космонавта. Перелом вместо ушиба. Такой диагноз поставили жительницы Актаса Натальи Силаевой, врачи клиники имени Макожанова. В загипсованной руке женщина ходила в течение месяца. Кроме того, по словам пострадавшей, она не по тому диагнозу принимала дорогостоящие процедуры. В итоге на сегодняшний день рука до конца не разгибается. Врачебная ошибка или каприза женщины, выясняла Мирамгуль Салкимбаева. Два года назад жительница поселка Актас, подскользнувшись на лестнице, повредила руку. С жалобами на резкую боль и повышенную температуру она обратилась в центральную больницу города Сарань. Врачи диагностировали ушиб и назначили Наталье Силаевой курс лечения. Травма не переставала тревожить женщину. И та направилась за помощью в клинику имени Макожанова. У меня опухоль не спадала и температура держалась. Мне подсказали, чтобы я обратилась по Макожанову в больницу. Мне сразу там поставили диагноз перелома. Врачи Макожановки наложили Наталье Силаевой гипс. Когда его сняли, женщина в течение месяца проходила платный курс лечения, который влетел ей в копеечку. Не теряя времени, пострадавшая сторона обращается за помощью в комитет медицинского контроля. Мы обратились, имея два диагноза по одному и тому же случаю абсолютно разных, обратились в комитет медицинского контроля и фармаконтроля. Наше обращение дали заключение, что на снимках представленных непосредственно в городской больнице города Сарань перелом не усматривается. Кроме того, на снимках представленных клиникой Макожанова перелом также не виден. А вот сотрудники клиники Макожанова утверждают совсем другое. Руководство больницы уверяет, что перелом у Натальи Силаевой все-таки был. Мы, естественно, провели свое расследование. В результате этого расследования перелом исключить невозможно. Нельзя его исключить. И в результате этого было проведено определенное лечение. Рука была записована. Поскольку рука долгое время находилась обездвиженной, сейчас женщина испытывает дискомфорт. Пострадавшая предлагала клинике решить все в досудебном порядке. 900 тысяч тенге за моральный вред Натальи бы хватило. Медучреждение предложение проигнорировало. Мы хотим просто на собственном примере показать, что на такие случаи не следует закрывать глаза. То есть следует идти до конца. Поскольку уровень медицины с наличием того, что клиника Макожанова является ведущей клиникой. По специализации идут переломы полностью, то есть составы. Имея на своем балансе очень хорошее современное оборудование, делать такие ошибки. Мирамгуль Салкимбаев, Улжас Габасов, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Подвижной состав третьего автопарка пополнится 120 новыми автобусами, а кондукторы уже в этом году оденутся в единую форму. Таковы были условия меморандума, заключенного в 2010-м между Карагандинским Акиматом и автопредприятием. Поднимая тариф на проезд, перевозчики как один твердили, качество обслуживания станет выше. Что сегодня изменилось в автопарке и выполняются ли условия договора, узнавали наши корреспонденты. Артур Григорян, директор третьего автопарка, знакомит с недавней покупкой. Уже на днях 18 новеньких автобусов выйдут на дороги Караганды по городским и пригородным маршрутам. А уже до конца июня подвижной состав автопарка будет пополнен еще 120 комфортабельными автобусами. Приобретение автотранспорта предусмотрено одним из пунктов меморандума, заключенного еще три года назад между городским Акиматом и перевозчиком. Это комплекс пачечный. В этом году кондукторы оденутся в единую форму. Для этого в третьем автопарке готовят цех по пошиву, ремонту и стирке униформы. Чтобы одеть весь персонал, предприятие затратит более 30 миллионов тенге. Этому цеху 32 года. А это комплекс технического обслуживания. Цех реконструируют и обновляют. Через два с половиной месяца его ведут в эксплуатацию. Модернизация производственной базы, также условия подписанного договора. С момента повышения тарифа на проезд, условия меморандума перевозчик выполнил лишь на 70%. Какие пункты выполнены? Обновление подвижного состава имеется, вы видите. Технологическое оборудование обновляем постепенно. Спецодежду мы готовимся, пока еще не выполнили. Повышение заработной платы мы пока не можем себе позволить. В связи с тем, что средств недостаточно. По-прежнему остается открытым вопрос повышения культуры обслуживания. Жалобы на хамство кондукторов продолжают поступать от горожан. На сегодняшний день мы перевозим порядка 6 миллионов пассажиров в месяц. Естественно, недовольствия будут и с одной стороны, и с другой стороны. Мы работаем в этом плане. У нас есть, кроме того, что есть у полномоченного органа горячая линия, у нас есть своя горячая линия. То есть, по каждому звонку пассажира, жалобе, принимаются обязательные меры. И принимаются меры всегда не в пользу наших кондукторов. Между тем, чтобы выполнить все обязательства и обеспечить пассажиров качественными услугами, необходимы средства. Тариф в 50 тенге, как утверждают перевозчики, не покрывают расходы предприятия. Между тем, в Акимате Караганды создана комиссия из числа антимонополистов, налоговиков, депутатов и общественников по рассмотрению себестоимости тарифа. По решениям комиссии будем рассматривать вопрос дальше, либо повышение тарифа, либо субсидирование автопредприятия. Но это не факт, что может тариф 40 тенге, может и действительно 75-80 тенге. Но еще результат не оглашен. Планы у автопредприятия большие. В следующем году, на примере Тимиртаут, Третий автопарк планирует оснастить автобусы GPS-навигаторами. Ирина Камышова, Лжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Прервемся на рекламу, она пройдет быстро, оставайтесь с нами. Молочная фабрика «Натежев» представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натеже» с заботой о вашем здоровье. В Караганде появилось дерево имени первого казахского космонавта. Молоденькая сосна, посаженная руками Тохтарова-Бакирова, будет расти на площади Гагарина. Шахтерскую столицу наш выдающийся земляк посетил в преддверии празднования Международного дня космонавтики. Сергей Высокосов знает подробности. На площади Гагарина собрались карагандинцы, чтобы поприветствовать легенду Казахстана. Человека, который всю свою жизнь посвятил авиации, космосу и родной стране. Слова молодых авиаторов, последователей Тохтара-Бакирова прозвучали как клятва. Находясь на страже нашей независимости и выполняя боевые задачи по защите воздушных рубежей, с достоинством и честью будем продолжать и приумножать славные боевые традиции авиаторов, воинов-фронтовиков во имя процветания нашей Родины. Парад на чеканья шаг перед ветеранами прошли воины карагандинского гарнизона, молодые кадеты, решившие посвятить свою жизнь защите Отечества, и совсем юные школьники и школьницы, у которых выбор жизненного пути еще впереди. Главное, у них есть с кого брать пример. Традиционно, чтобы оставить после себя память, Тохтар-Бакиров посадил персональное дерево в аллее перед памятником Юрию Гагарину. Своё первое дерево он посадил на Байконуре. Чтобы сосенка прижилась, Тохтар обратился с шутливым призывом к карагандинцам. Чтобы каждый карагандинец, запомните, сюда, значит, когда свободное время есть, пришли и полили. А больше всего молодым хотелось узнать, а какая она земля из космоса. Краски Земли передать фотографии даже не могла. Настолько она многообразна. Единственное, из космоса видно, что человек за своё 10,5 тысяч лет эксплуатации Земли, он немножко с Землей обращается неправильно. По мнению Тохтара Аубакирова, День космонавтики надо отмечать грандиозно и по всей стране. К космонавтике, так или иначе, причастен каждый, кто живёт на древней земле Казахстана. С этой земли, с нашей земли, с земли Казахстана, впервые в небо вышел первый спутник Земли. Это был 57-й год. В 61-м году человек, посланец Земли, вышел в космос. Юрий Алексеевич Гагарин, который вот здесь у нас увековечен. Почему люди тянутся к звёздам? Может быть, мы рождены там, среди них? Но об этом ещё долго будут спорить учёные. Пока космос нам нужен как расширение своего жизненного пространства. И быть первым в прияде первых космонавтов почётно, но и очень ответственно. За Юрием Гагариным, первым человеком, полетевшим в космос, были ещё первые. А затем был первый полёт женщины-космонавта Валентины Телешковой. И Караганда ещё не единожды встречала космонавта, ставшая космической гаванью. Тахтар Аубакиров настолько был влюблён в профессию лётчика, лётчика-испытателя, что дважды отказывался от предложения лететь в космос. Дела земные были важнее. Он работал над программой противовоздушной обороны. Разрабатывался новый МИГ. Только в третий раз он понял, что больше тянуть нельзя. Вот тогда, когда уже было сказано во имя народа, я... Во имя чего я вообще жил? Жил всю жизнь. Во имя народа. Я всегда, где бы я ни был, я всегда думал, чтобы не опозорить свою нацию. Чтобы, дай бог сказать, что на западе не было, на западе не было, на западе не было, на западе не было, чтобы этого не было, я везде был немножечко, на точечку, но выше. Когда среди народа есть такие люди, как Тахтар Аубакиров, не надо доказывать, что народ могуч. Когда есть общая идея, то любая задача может быть решена. Пример перед вами. Сергей Высокосов, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Корпорация «Казахмыс» вернёт государству социальные объекты. Об этом сообщили накануне представители руководства компании. Планируется, что на баланс государства перейдут более половины соцобъектов, в том числе детские сады, больницы и спорткомплексы. Еще в 90-х, во время становления суверенного Казахстана, ряд социальных объектов были переданы на содержание промышленному магнату. Сейчас на балансе корпорации в области находятся 145 объектов. Это дворцы спорта, медучреждения, детские сады. Порядка 80 из них будут передавать в этом и следующем годах. Все это время «Казахмыс» не только содержал объекты, но и вкладывал в них значительные средства. Время идёт, государство сегодня встало на ноги. Я думаю, что все социальные объекты надо возвращать назад. Мы должны, конечно, открыть дорогу для среднего и малого бизнеса на местах. Потому что многие бизнесмены приходят, в наш регион, веет, что все социальные объекты находятся в руках. Почти люди. У нас весь Жизгазган саппает, наверное, только и живёт за счёт корпорации. Все люди у нас работают. Ещё «Казахмыс» опроверг слухи о закрытии рудников Жизгазгани и других предприятий корпорации. Руководство промышленного магната уверяет, что запасов медной руды хватит почти на 45 лет. А значит, добыча продолжится. Кроме того, корпорация собирается осваивать новые месторождения медной руды. На данный момент для этого на месте посёлков Лермонтово и геолого-разведочного готовится площадка. Переселить планируют жители 60 домов. Им предложат компенсацию – 35 тысяч долларов. Было принято решение после того, как мы посчитали технико-мирическое обоснование о переселении посёлок. Конечно, с народом была организована встреча, были обсуждены вопросы по переселению, где мы будем размещать. Жизгазган саппает в двух городах. Сумма была определена. Конечно, здесь есть отдельные лица, которые просят больше суммы. Карагандинские представители Ассамблеи народа Казахстана впервые встретились с педагогами дошкольных организаций. На встрече они обменивались мнениями, обсуждали проблемные вопросы, а также выстраивали систему работы с подрастающим поколением. Нурила Туржан с подробностями. Цель встречи – пропаганда казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия, а также воспитания среди молодёжи чувства патриотизма. Ежегодно Ассамблея народа Казахстана собирается на сессии. По традиции её открывает глава государства. Он ставит стратегические задачи перед участниками Ассамблеи. Сегодня Вилен Молотов-Лучанский, один из членов Ассамблеи народа Казахстана, рассказал о задачах, которые стоят перед каждым специалистом детских садов. Задачи те же, которые и стоят вообще перед Ассамблеей народа Казахстана – развивать новые формы, интересные творческие начинания, поддерживать в том, что касается формирования толерантности казахстанского патриотизма, нового казахстанского патриотизма, о котором говорит президент в своём послании. Подобные встречи ранее проводились среди преподавателей учебных заведений, молодёжных объединений, воинских и трудовых коллективов. Официальную часть встречи подытожил красочный концерт с участием этнокультурных объединений. Олюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ – балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Олюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы Олюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Олюгал. Сегодня в Ледовом дворце Караганда-Арена пройдёт очередной матч полуфинальной серии Сарарки с Волжской Ариадой Акпарс. В четвёртой игре карагандинский клуб повторил историю серии с молотом Приками и снова при счёте 3-0 проиграл матч и перенёс решающие встречи на своё поле. Сарарка вышла на лёд с мыслями, что соперник сам отдаст победу и отправится в отпуск, но Ариада так рано заканчивать сезон не собиралась и дала бой сопернику. На своём льду Сарочка выиграла 6 из 7 домашних встреч второго этапа чемпионата. По прогнозам букмекеров, карагандинский клуб выйдет в финал уже сегодня. Коэффициент на победу составляет 1 к 5. Редактор субтитров А.Сёмкин